ребят всем привет следующий осмотр лексуса который я обещал растянуть процесс на то как выбирается машина не самые острые моменты потому что упираюсь на тонну критики и того что я где-то что-то не посмотрел где-то чуть не смотрел в общем то как она есть не со всеми моментами но практически со всеми вы сейчас увидите в общем сначала общий внешний вид всего автомобиля такой как он есть видно что бампера снимались и красились и тупо в цвет не попали точно так же как и зеркала правая сторона заявлено у него украшенная и заявлено крашена передние левое крыло общее состояние автомобиля имеет 220 или 250 тысяч пробега но по состоянию внутри салона честно говоря такое слегка он уставший значит пошли по вот здесь вот если его делали это делание некачественно дальше краска на полироль или краска нифига это краска сразу наверно а я же блюдчик не зря оставил открытым полечку бака сейчас мы его аккуратно откроем значит полечку бака вот здесь вот сломанное пришел ему уже добрый день на саморезы изнутри прикручена и висит он честно говоря как-то так удручающе мрачно так дальше по самому состоянию салона салон у нее уже крашеный был когда-то и честно говоря я думаю что здесь немножко больше чем 200 с чем-то тысяч как мы тем не менее все равно зафиксируем состояние самого салона который чистился уже не один раз не очень если честно подкапотное пространство у него чистое него даже есть масло крылья снимались одно крылья снималась второе пару него одинаково замутненные пары стоят оригинальные здесь тоже самое приблизительно все воду но и тоже и сейчас сразу подтверждение посмотрим он крашеный или не крашеный капот у нее свой вот здесь видно что он даже по цвету отличается так что это мерить даже без планту но тем не менее да это крашено это нет от камней ударчики вон видны на этом сломе краски видно что действительно один слой краски действительно грунт и действительно больше там ничего нету здесь все хорошо дверь крашена может быть даже не один раз по проемам на всякий случай чё а не успел среагировать показалось тут тоже все хорошо значит вот эти лейбы я просвечивал они действительно не отнимались в смысле левого клея вокруг нее нету я мог бы засветить это еще раз ну как бумагу попробовать но я думаю что камера это не возьмет и видно не будет вот то есть следов о том что она переклеивалась это либо я не вижу хотя не уверен что эта камера передаст так здесь я снимал здесь у нее все родное сейчас еще раз сниму покажу имеется ввиду все точки все швы у нее представлено хотя вот видно и переход краски то есть местами где-то она красилась местами где-то она не красилась идем дальше заделай был тоже все присутствуют вот эту нет нету вот эту пытались отнять но в принципе она так и осталась на своем месте дальше по забыл надо же показать что она здесь действительно тоже крашеная и крашен таким большим жирным слоем на всякий случай крыша с крышей все хорошо запотевший фонарик до откройте крышка багажника открывается только с ключа с кнопочки вот здесь она не открывается есть два варианта развития событий либо же она просто сломана или же такое иногда делаю для того чтобы на светофорах не подбегали не открывали не воровали вещи с багажника что бывает гораздо реже и мало кто об этим этим пользуется крышка также не крашеная хотя на не один раз уже разбиралась а сколько он стоит а понятно одиннадцать пятьсот мотору этих лексусов хорошее вот здесь вот это тоже вот эти вещи тоже крашеная да да а вы просто сказали что только там вот здесь я не слышал или же или же прощелкал или же или же не дослушал в усмерть заполированная здесь здесь тоже присутствует и их тоже просвечивал и они не видно следов того что они вклеились не на свое место это чё у нас вот как раз следы от полироля на всякий случай покажу что здесь тоже как бы все ровненько по бамперам бампера стоят очень нехорошо крыло покрашено очень некачественно бампера как-то вообще тяжело не в зазор решетка от решетки здесь остались одни уши весь хрома блеск даже не хрома такое покраска под мокрый цвет вернее под цвет мокрого асфальта вот так будет правильно сказано так по радиатору ну внешний радиатор можно было и бушный поставить по внутреннему внутренней сейчас попробую добраться показать вот с ракурса камеры ну внутренней такое впечатление что он недавно менялся такое впечатление что он очень много по самим соплям мотора ну такой засопливленный что в принципе присущи ну грубо говоря можно попробовать поменять прокладку это уйдет с этим надо разбираться то есть она с такими соплями доливанием масла может ездить еще долго но сам факт этого зафиксировать как минимум стоит или стоит ну форсунки хана стоят правда как-то рагуль на их подключили но тем не менее все равно стоят хорошие дорогие форсунки на газ были дорогие когда-то сейчас конечно есть лучше резинка по креплению всего лишь одна из трех здесь крепление обломано здесь оно целое но нет резинки вот резинка есть только в этом месте поэтому 300 плюс аж бегом конечно можно было бы еще поснимать свечи и подоглядывать эндоскопом в середину это если уже захочет человек будем смотреть благо возможность позволяет но как правило может начать бунтовать сам продавец а вот здесь вот по этой лебе я не смотрел снималась она или нет сейчас секундочку здесь надо бы помыть а вот здесь вот а номер вообще такой хоть 14 048 14 048 да такой дайте техпаспорт и что помню да 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 я вижу и вы эксперт хороший плачу за все я а пристало стоить денег плачу за все я ну как в данном случае платит заказчик но вы точно ни за что платить не будете скажу вам сразу что тут как всех вот это при заводке подъезжайте наверно вы поняли а запускаем я понял запускаем и сейчас это зафиксируем сегодня с утра ну кажется не заводится верю я перелазил все форумы короче звонил мастеру говорит ты поставишь 20-30 тысяч будет то же самое это типа ну заводская запускаем фиксируем а не докачивает масло я понял я понял масло не закачивает дайте техпаспорт я сейчас ну 0 0 на зиму опять на этот техпаспорт можно меня больше смущает то что вот здесь вот уже это отрываются стакана что с этой стороны да с этой стороной еще не так видно вот с этой стороны вот вот с этой стороны конкретно уже видно на встрече раз вот это пока у меня самые большие опасения то же опасения нет это не ржавчинка а это уже да это уже ржавчинка ну Screw Ну и что сами вот эти вот чашки на которой амортизатор крепится они вот уже да вот трещина уже ржавчина пошла с той стороны больше чем с этой только ну как то так не очень а стой пока вот это по кузову самое печальное что я вижу из того что ну по пандос по ремонту а так о мотор открытый сопли слюни так ладно смотрим откуда это фигачит по мотору по мотору ну да это вот сверху где она течет и она прям не потеет она прям фигачит да ради этого нет я думаю что радиаторы я думаю что радиаторы меняли потому что ничего не хотелось бы куда была сейчас вы идикает я думаю что вот это да всё время их она была в этой причине и вороты мне не делала ну а лошанец и я думаю не знаю что это не будет Продолжение следует... 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 13-15 сантиметров высотой. Используются они на парковках для того, чтобы упиралась машина как ограничитель. Но здесь благо позволяет дорожный просвет перескочить все это дело. Треска отрывающейся арки я не услышал. То есть то, что оно там порвано, это еще не все так печально, как оно может быть. Но так кузов у него по крайней мере целый. По криминалу мы ее еще не пробивали, не дошло до этого дела. То есть если встанет вопрос, то непосредственно мы будем этим заниматься. Ну а пока, пока вот имеем вот такие вот промежуточные данные. Выбор автомобиля продолжается, но на сегодня пока все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok